Музыка Привет, друзья! Ранняя весна не радует нас теплом и солнышком, а нам так хочется добавить в нашу жизнь ярких, насыщенных цветов. Поэтому сегодня я буду плести овальную корзинку, и выполнена она будет в темно-сиреневом и нежно-розовых оттенках. Если вы хотите плести вместе со мной, то добро пожаловать на мой мастер-класс! Музыка Подготовим материал для плетения. Нам в работе понадобятся такие бумажные трубочки, которые мы будем крутить из полосок газеты или чистой газетной бумаги. Для трубочек основ, на которых будет держаться все изделие, мы используем полоски пошире. А для трубочек для плетения, они должны быть более мягкие, должны быть полоски потоньше. Перед тем, как нарезать полоски, обратите внимание, что у газеты и у бумаги есть волокна, и по волокнам газеты трубочка будет хорошо крутиться, а против волокон будет крутиться плохо. Поэтому вам нужно сделать одну пробную полоску и накрутить. И еще у газеты нужно отрезать край с белой полоской, потому что чернила у газеты, они очень плохо закрашиваются колерами. Когда вы крутите на тонкую спицу трубочки, то трубочка может быть неравномерная по всей длине. То есть у нее один край может быть тоньше, другой может быть толще за счет того, что она очень тонкая. Здесь нужно учесть такой момент, что когда мы вырезаем полоску для плетения, то ее нужно сделать с одной стороны меньше на сантиметр, чем с другой. С той, с которой мы начинаем крутить, она должна быть толще. И тогда трубочка к концу скрутки будет потоньше и будет равномерно выглядеть. Крутим трубочки по одному и тому же принципу, подносим спицу к уголочку, под острым углом. Угол должен быть не больше, чем один сантиметр. Плотно ее фиксируем и начинаем скручивать, придерживая по всей длине. То, что спица короткая, это ничего страшного. Когда вы уже ее зафиксировали в самом начале, она уже здесь будет крутиться по инерции. Просто придерживайте, вот так аккуратненько и поправляйте руками. Когда дошли до конца, спицу нужно вынуть, спица должна туго выходить. И капельку клея капнуть. Теперь фиксируем какое-то время, чтобы трубочка не раскрутилась. Остатки клея вытираем влажной салфеткой. Все, трубочка готова. Она получилась ровная. И такой материал нам отлично подходит для плетения нашей корзинки. Таким образом, даем просохнуть клею в течение пару часов, если у вас клей влагостойкий. Если не влагостойкий, то в течение суток. И после этого можно приступать к покраске трубочек. Перед началом плетения желательно сделать замеры с формой. И вообще форму нужно подготовить перед тем, как ее оплетать. Первым делом мы должны понять, сколько нам нужно сделать стоечек основ. Для этого нам нужно измерить окружность нашей формы. Измерим ее в центре. У меня форма чуть-чуть расширяется. То есть снизу чуть поменьше, сверху побольше. Я сейчас измерю средний размер. 59 сантиметров. Расстояние между стоечками я хочу сделать где-то примерно 1,3 сантиметра. Вообще, как правило, делают от 1,5 до 2. Но так как у меня стоечки тоненькие и расстояние поменьше, будет смотреться лучше. Сейчас я посчитаю. 59 это длина окружности. Делим на 1,3. Это расстояние между стоечками. Итого получается, ну, в среднем, если округлить, 46 трубочек основ. На этом этапе я еще сразу считаю, сколько мне нужно стоечек, потому что у меня предполагается ситцевое плетение со смещением. И в нем раппорт узора будет равен 5. И чтобы узор был со смещением, мне нужно прибавить одну, потому я беру 46. Раппорт узора 5. Умножаю на 9. 9 раз будет узор повторяться. Получается 45. И я прибавляю одну. 46. Либо я могу сделать минус 1. То есть вы когда будете считать, имеете в виду 45 минус 1. Тогда получится 44. Просто если возьмете 44, то узор будет смещен вправо. А если 46, то влево. Я возьму 46 стоечек основ. С количеством стоечек определились. Теперь нам нужно расчертить овальное дно перед оплетанием. Сейчас мы его перенесем на листок. Потому что когда будем плести, нам что-то удобнее было измерять его по нашей схеме. И сейчас мы должны будем поставить точки вот в этих местах. Ширина у нас 13 сантиметров. Делим пополам. Это получается 6,5. И отмеряем от левого края тоже 6,5. Здесь ставим точку. Точно так же делаем с этой стороны. Когда мы нашли вот здесь точки, проводим между ними прямую. С этого отрезка мы будем начинать плетение. Здесь мы сейчас посчитаем, сколько будет располагаться стоечек. У нас расстояние между стойками 1,3 сантиметра. Отрезок 7,5. Считаем. Получается 6 стоечек. Но так как две крайние, то получится 7 стоечек в самом начале. Вот я сделала разметку. Вот так будут располагаться стоечки. И последнее в подготовке формы, это если она у вас пластиковая, ее нужно утяжелить. И для того, чтобы не испачкать лакокрасочными изделиями, покрываем ее пищевой пленкой. И делаем из скотча ручку, потому что когда вы сплетете по форме, ее будет тяжело вынуть оттуда. Все, форма готова. Выглядит достаточно надежно. Приступаем к процессу покраски трубочек. Мы будем смешивать грунтовку глубокого проникновения, эмаль акриловую и коллеры сиреневый и красный. Я смешала образцы. Вот такие у меня цвета должны получиться. Темно-сиреневый и бледно-розовый. Вот трубочки в таких цветах. Сиреневый мы берем самый темный оттенок, а красный мы берем наоборот самый светлый оттенок. Сочетание этих двух цветов идеально мне подходит в работе и будет красиво смотреться. Трубочки основы я буду все окрашивать в розовый цвет. А трубочки для плетения будут окрашены как в сиреневый, так и в розовый цвет. Перед покраской не забываем одеть перчатки, постелить пленку. Эмаль нужно очень хорошо размешать. А коллеры и грунтовку обязательно взбалтываем. Сначала смешиваем грунтовку с эмалью, хорошо размешиваем, а затем будем добавлять коллеры. Для раствора с сиреневой краской добавляем примерно 150 грамм грунтовки. Для раствора с розовой примерно 100 грамм. Теперь добавляем на 150 грамм грунтовки 3 чайные ложки эмали. Ну и соответственно на 100 грамм 2 чайные ложки. Очень хорошо размешиваем. Для лучшего размешивания можно использовать кисти. И теперь будем добавлять коллеры для того, чтобы выйти на нужные нам цвета. Заранее трубочки можно не окрашивать. Можно сразу экспериментировать, добавляя коллер, окрашивать пробные трубочки и смотреть какой цвет. Добавлять сначала немного. Если цвет покажется не такой насыщенный, добавлять еще и таким образом прийти к нужному цвету. Вот получается светлый. Добавляем еще. Если коллера налили слишком много, то можно добавить еще грунтовки и эмали. И теперь розовый. Теперь красим пробные трубочки. Все. Цвета получились такие, как мне надо. Имейте в виду, что когда трубочки мокрые, то у них цвет немножечко темнее, чем после высыхания. Но вы ориентируетесь на тот цвет, который сейчас. Потому что после того, как трубочки покроются лаком, цвет будет вот такой. Перед покраской подготовим баночки, в которых будем сушить. Сушить будем вертикально. Трубочки будем красить, прокатывая вперед и назад. Сначала красим с одной стороны, хорошо тщательно промазываем. Затем переворачиваем и красим с другой стороны. Начинаем красить трубочки основы. Красим их все в розовый цвет. Теперь даем немножечко краски стечь. Кисточкой убираем излишки и складываем в баночку той стороной, которую мы склеивали. Затем, чтобы краска стекала вниз, вкладываем трубочки на каком-то расстоянии друг от друга, чтобы они не слипались. И периодически помешиваем. Трубочки основы нужно просушить в течение суток. Они нам нужны абсолютно сухие. А трубочки для плетения достаточно просушить в течение часа. Затем ими можно плести. Но я буду покрывать их после того, как они подсохнут, специальной смесью. Для того, чтобы они были более пластичные. О ней я скажу позднее. После смены цвета протираем пленку влажной салфеткой. Сиреневые трубочки красим аналогичным способом. Раствора с сиреневой краски у меня получилось чуть больше, чем раствора с розовой. Надеюсь, мне розового раствора хватит на трубочки. Потому что, как я говорила в начале, розовых трубочек у меня будет больше, чем сиреневых. Имейте в виду, что, когда будете мешать раствор, розового сделайте в таком объеме, как сиреневый. После того, как сиреневые трубочки подсохли, отчетливо видно не прокрасы. Это возможно при окрашивании колерами. И в этом случае просто нужно покрыть на второй слой, для того, чтобы окрас был более равномерный. Что мне и нужно. И еще, вот те места склейки, они не закрашиваются, как вы обратили внимание. Потому что у меня клей влагостойкий. Но пугаться этому не нужно. Вот эти места, они в плетении смотрятся грубо. И мы их обязательно будем срезать. Поэтому нам это не принципиально. Вот такой результат у меня получился. После того, как я окрасила на второй раз, все непрокрасы скрылись. Если нужно, чтобы в плетении трубочки были однородные, ровные, то приложите небольшое усилие и покрасьте на 2-3 раза. И, к сожалению, розовые трубочки постигла та же участь. Они тоже не однородного окраса. И сейчас я их точно так же покрою вторым слоем розового колера. Материал для работы готов. Стоечки решила на второй слой не покрывать. Поэтому они у меня получились чуть светлее, чем трубочки для плетения. Но в этом нет ничего страшного. Меня вполне устраивает такой цвет для стоечек. Для того, чтобы трубочки были более пластичными, перед плетением будем покрывать их смесью акрилового лака с водой и подсушивать феном, для того, чтобы они не склеились. Для этого будем смешивать лак и воду в пропорции 1 к 2. Одна часть лака и две части воды. Наливаем воду. Добавляем лак. И тщательно размешиваем. Трубочки равномерно покрываем этой смесью. И теплым феном подсушиваем верхний слой. Верхний слой мы подсушиваем для того, чтобы трубочки не слиплись между собой. Внутри же они должны оставаться влажные. Поэтому желательно их покрывать этой смесью примерно через час после того, как вы их покрасили колером. Если же у вас трубочки полежали и полностью высохли, то смочите их изнутри. Просто внутрь, из-под крана, налейте горячей воды. И теперь, для того, чтобы трубочки оставались влажными, заворачиваем их в полиэтиленовый пакет или файл, оставляя те кончики, которые без склейки, наружу. Примерно, чтобы они выступали на расстоянии одного сантиметра. Для того, чтобы этот кончик подсыхал и удобно было трубочки скреплять между собой. Все. Ну, желательно в таком состоянии трубочки долго не хранить. И теперь покрываем все трубочки таким образом и можем приступать к плетению корзинки. Все готово для того, чтобы начать плести корзинку. Трубочки основы хорошо высушены. Трубочки для плетения увлажнены. Мы приготовили шаблон, по которому будем начинать плести. И сейчас по этому шаблону мы должны выложить 7 трубочек основ параллельно друг к другу. И теперь нам нужно стоечки в таком положении зафиксировать. Сейчас мы возьмем 2 розовые трубочки для плетения. Склеиваем их сейчас сначала между собой в этом месте. Склеивать будем полимерным клеем. Он очень быстро склеивает 2 поверхности между собой и быстро сохнет. Плотно прижимаем друг к другу и какое-то время удерживаем. Трубочки пока отодвигаем в сторону. И начинаем с первой. Прокладываем между двумя трубочками стоечку. Фиксируем ее. И начинаем плетение. То есть делаем их крест-накрест. Таким образом. И одновременно смотрим, чтобы трубочки совпали с полосочками на шаблоне. В том месте, где проходят стоечки, слегка прижимаем пальчиком. И последняя стоечка. Фиксируем ее здесь с краю. И так же склеиваем между собой. Капаем здесь капельку клея. Все здесь на краю прижимаем. Хорошо все измеряем, чтобы трубочки лежали красиво. За счет того, что я склеила по краям, у меня конструкция держится хорошо. И стоечки не выскакивают. Если у вас эти стойки плохо здесь держатся, то пройдитесь и в соединениях между трубочками капните еще по капельке клея ПВА. Вот это плетение называется прямая веревочка. Дальше я буду продолжать плести так же. Очень важно во время плетения выдерживать расстояние между стоечками. Сейчас я сделаю разметку на шаблоне. Теперь нам осталось только посчитать, сколько нужно разместить трубочек вот в этих секторах четырех. Сюда мы должны постепенно добавлять стоечки. У нас всего 46 трубочек основ. В серединке получается 7 плюс 7. 14 минус 14. 32. И так как у нас 4 сектора, делим на 4, получается 8. Соответственно, в каждом секторе будет по 8 стоечек. Теперь мне будет легко ориентироваться, сколько нужно будет сюда добавлять. Теперь можем начинать плести. Выравниваем серединку. Две трубочки будем соединять друг с другом. Один край со склейкой будет соединяться с тем краем, который с другой стороны. Он здесь неровный. Я его обрежу. И тот край, который со склейкой, как я уже и говорила ранее, склейку будем срезать под острым углом. Обрезанный край заминаем, чтобы он был более узкий. Теперь капаем клей ПВА и трубочку вставляем. Теперь трубочку сгибаем рядом с местом соединения и начинаем плести, огибая самую первую стоечку. Показываю еще раз, как плетется веревочка. Верхняя трубочка огибает следующую стоечку. Сразу же плетение между собой плотно прижимаем. Теперь следующее. Накладывается поверх нее, делается вот здесь заменчик небольшой, чтобы она хорошо легла и точно так же уходит уже за следующую. Так продолжаем дальше. Плетение сразу же между собой прижимаем и сверху тоже. Теперь огибаем сразу вот эти две трубочки, которые мы склеивали и точно так же продолжаем плести в обратную сторону до начала. Все, я дошла до начала. первую трубочку, чтобы нам ориентироваться, где у нас начинается плетение, нужно обозначить как-то, я обозначила резинкой. Пока еще плетение влажное и пластичное, проходим и поправляем везде, особенно по краям, здесь и здесь. И трубочка у нас закончилась, и нам нужно будет ее нарастить. Наращивать мы будем в промежутках между плетениями, чтобы соединение попало между двумя стоечками. Нижнюю трубочку обрезаем под острым углом, где-то на расстоянии вот этой стоечки. Так же, как я показывала ранее, заминаем ее и соединяем с другой трубочкой. Так же, аналогично соединяем вторую. Я проплела половинку второго ряда, и теперь вот в этот уголочек я уже начинаю подставлять стоечки. Так вот, нужно сделать трубочки и туда внутрь вставляем стоечку. Потом уже в дальнейшем мы ее подтянем. Я покажу, как. Ее нужно очень плотно здесь в уголочке зафиксировать, чтобы она не выскочила. Вот эти две трубочки очень тоненькие, и вместо них мы в следующем ряду будем также подставлять две стоечки, потому что они попрочнее. И точно так же вставляем вот в следующий уголок. Ну и третий и четвертый угол делаем аналогично. Замеряем по шаблону опять. Смотрится хорошо. Теперь еще проплетаем без прибавления, и в дальнейшем вот к этим угловым будем добавлять еще. И когда я проплела три ряда, вот эти хвостики я сейчас обрежу, капну клей и подтяну стоечки, и они скроются за плетением. Музыка Я начала четвертый ряд. И теперь, когда доходим до уголочка, нам нужно добавить стоечки к угловым. И вот эти мы будем менять на две стоечки. Обрезаем их так, чтобы их было здесь не видно. Над ними расширяем пространство и вставляем туда две стоечки. Точно так же делаем с вот этими трубочками. Вставляем по одной трубочке здесь и здесь. И вот эти, которые мы соединяли по две, сейчас проплетем пока вместе, а на следующем ряду уже будем их разделять и оплетать по одной. И с этой стороны делаем аналогично. И уже на пятом ряду вот эти стоечки по две, разделяем и оплетаем по одной. Вот так у нас получается. Чтобы здесь смотрелось красиво на поворотах, плетем достаточно плотно, постоянно плетение прижимаем. Ну и сейчас будем плести шестой ряд уже без добавлений стоечек пока. Ну вот, замеряю по шаблону. Все идет по плану. Все стоечки лежат ровно. Мы уже добавили по краям шесть стоек. Сейчас каждой из этой стоечки мы добавим еще по одной. У нас уже тогда будет двенадцать, а всего нам нужно добавить шестнадцать, восемь и восемь. Потом еще четыре в самом конце где-то ставим. Добавляем стоечки так же, как мы делали ранее. Сверху расширяем пространство над стоечкой и туда вставляем. И седьмой ряд уже оплетем по две пока. и седьмой ряд И восьмой ряд еще решила проплести по две, пока не буду разделять. И на девятом ряду уже буду оплетать по одной. Я проплела девятый ряд, две стоечки разделила по одной. Сейчас они лежат у меня не параллельно друг к другу. В дальнейшем я буду их выравнивать на десятом, на одиннадцатом ряду. Этот ряд плести было не очень удобно, потому что здесь шесть стоечек мы добавляли. Когда будете его плести, не торопитесь, сделайте его аккуратным. Ну и на одиннадцатом ряду, как вы видите, расстояние между стоечками выровнялось. И теперь, когда остается четыре ряда до конца, нам нужно добавить еще четыре стоечки по краям. Здесь четыре и здесь четыре. Где добавлять, здесь не имеет большого значения. Я буду вот к этим стоечкам подклеивать и к вот этим. И на двенадцатом ряду места соединения трубочек мы проплетаем вместе. А на тринадцатом ряду уже будем разделять и проплетать их по одной. Вот так теперь выглядит наша донышко, полностью все стоечки добавлены. Нам осталось два или три ряда. Теперь плетем и основная задача это выравнивать расстояние между стойками. Я доплела пятнадцатый ряд и вот такое дно у нас получилось. Полностью совпадает с шаблоном. Остается только заправить трубочки в плетение. Сейчас мы должны измерить по форме. Форма практически совпадает. Возможно на два миллиметра выступает, но это ничего страшного. Я считаю, что дно получилось по размеру. Когда плетете овальное дно, то обязательно контролируйте ширину и длину. Это важно делать на каждом этапе. В каких-то местах нужно прижимать сильнее, в каких-то делать чуть послабее. И тогда ваше донышко получится ровным. Трубочки обрезаем под острым углом. Заводим их назад. Забыла еще показать вам обратную сторону. Здесь я сделала все аккуратно. И сейчас вот эти трубочки будут заправляться в плетение. Первую мы будем прятать вот под эту стоечку. А предыдущую за соседнюю. На следующем этапе будем поднимать стоечки и плести стенки корзинки. Стоечки будем поднимать, заводя левую трубочку, за правую и поднимать наверх. Для того, чтобы они не переломились вот в этом месте, их мы будем покрывать у основания смесью лака с водой. Та же смесь, которой мы покрываем трубочки перед плетением. Покрываем от основания не больше, чем на расстоянии двух сантиметров. Перед тем, как загибать стоечку, проходим спицей вот в этом месте и слегка вот так вот ее здесь заминаем. Для последней стоечки резервируем место, начинаем загибать и поднимаем наверх. Сразу же плотненько ее прижимаем к основанию. То же самое следующее. Вот так выглядит с обратной стороны донышко. И когда я прошла половину пути, приноровилась загибать даже с этой стороны. Получается удобнее и потуже. То есть нам надо, чтобы здесь переход был красивый. Поэтому вот посмотрите, как можно сделать с этой стороны. Доходим до конца. Вынимаем трубочку, которую мы в самом начале вставляли. И на ее место ставим последнюю. И вот так вот у нас получается. И теперь для того, чтобы выровнять стоечки, сделать их более вертикальными, проходим вот так вот, поправляем, немножечко их вот в эту сторону загибаем, чтобы они были поровнее. Потом, когда мы будем плести, то мы плетением выровняем. Перед тем, как начинать плести первый ряд, нам нужно нарастить вот эти стоечки. Они у нас короткие. Сейчас будем обрезать где-то на расстоянии 5 миллиметров. Я нарастила все стойки. И хотела вам дать такой совет. Здесь очень тяжело наращивать. Потому что здесь, когда еще стоечки у нас только выходят, очень неудобно. И на тонких трубочках тоже делать здесь неудобно у основания. Поэтому, когда будете начинать плетение с 7 стоек, то сразу их соедините. То есть, сделайте не одну, как я делала, стойку, а сразу сделайте две. Здесь это будет сделать гораздо легче. Но зато вам потом не придется вот здесь прилагать усилия. Ну, а мы тем временем приступаем к плетению. И сейчас нужно поставить форму-основу. И уже ее будем оплетать. Начинать плести будем сбоку. Здесь соединение будет менее заметно, чем с лицевой стороны. Самая основная задача по ходу плетения это выравнивать стоечки, делать их вертикально. Будем плести плетением веревочка из трех трубочек. Сейчас к трем стоечкам будем подклеивать три трубочки. Подклеиваем на полимерный клей. Начинаем плести слева направо. Левую трубочку будем заводить поверх двух трубочек и стоечек. И за свободную, за третью. Делаем первую трубочку посвободнее, потому что это объемная косичка. Делаем замин, огибаем. Стоечки выравниваем сразу. Так продолжаем дальше. Все время берем левую и заводим все время за свободную. Та, которая справа. Такое плетение вместе с нашими стоечками, которые мы загибали, создаст эффект косички и будет снизу смотреться красиво. Единственное, что у нас стоечки, они чуть-чуть светлее, как я и говорила ранее, чем трубочки для плетения. Мы потом в конце пройдемся и просто подкрасим вот эти стоечки. Они будут такого же цвета. И здесь будет косичка однородная. Так вот продолжаем дальше. Плетем один ряд. Когда приходит время наращивать трубочки, то следим за тем, чтобы соединение попало вот в этот промежуток. То есть обрезать будем прямо возле плетения. Ну вот, доходим до той стоечки, с которой мы начинали. И заканчивать будем вот таким способом, чтобы здесь более красивое закрытие было. То есть не левую заводим теперь дальше, а первую. Также за две. То есть в обратном порядке. Раз, два и за третью. Форму сейчас вынем, она нам мешает. Здесь сразу же укладываем перед вот первой. Теперь среднюю. И та, которая раньше была бы первой, теперь последней. Внутри обрежем по рисунку и просто подклеим к стоечкам. Здесь самое главное все хорошо поправить. Вот такая в итоге косичка у нас получилась снизу. И теперь мы будем плести ситцевым плетением. Вот такими сиреневыми трубочками. Они должны быть увлажнены. Плести будем одной трубочкой. Будем заправлять сплетение. Здесь расширяем. И сейчас наклей туда заправим. Прямо перед стоечкой. Трубочку выводим вперед. Начинаем плести слева направо. Как я говорила ранее, раппорт узора 5 трубочек. То есть будем заводить на 3 и за 2. И выдерживаем стоечки вертикально. И так продолжаем дальше. Сразу же прижимаем плетение к основе. И прижимаем к косичке снизу. Когда трубочка заканчивается, то нужно сделать так, чтобы соединение попало за стоечками. Чтобы его с лицевой стороны было незаметно. У нас соединение будет здесь. Обрезаем и наращиваем, как мы это делали ранее. Вот когда доходим до конца, видите, одна осталась свободная. У нас сейчас вот следующий узор уже пойдет со смещением. Плетение несложное. Главное, прижимайте друг к другу его и плетите достаточно плотно по форме. Когда доходим до конца второго ряда, то мы видим, что у нас смещение идет еще на одну. Здесь нужно очень хорошо считать, то есть не запутаться. Три за две, чтобы рисунок не нарушился. Я проплела пять рядов. Уже хорошо виден рисунок. Принципиально важно, когда плетете таким рисунком, чтобы здесь очень красиво ложилось плетение. Обязательно срезайте склейку, потому что она здесь не прокрашенная. Вот видите, даже какие большие участки я срезаю. И еще, та стоечка, с которой мы начинали, ее нужно так же, как на донышке мы отмечали, отметить чем-то, чтобы вы могли контролировать, сколько вы проплели рядов. Вот у меня получается, сейчас я пойду на шестой ряд уже. Все так продолжаем плести дальше, плетем до самого верха. Все, я завершила плетение сиреневым цветом. Получилось 26 рядов. Заканчиваю на том же месте, где начинала. Вот у меня отсюда первая начиналась. Сейчас я ее обрежу, где-то на расстоянии 5 миллиметров. И за вот эту стоечку, за отмеченную, заправлю внутрь плетения. Вот. И последнее, что остается, это сплести сверху, симметрично тому, что у нас было снизу, веревочку таким же цветом, розовым. Обратная веревочка из трех трубочек будет. И завершать ее прямая. Начинаем плести с обратной веревочки из трех трубочек. Приклеиваем за вот эти три стоечки. Первая будет за отмеченную. При обратной веревочке левую трубочку заводим под две и за третью стоечку, за свободную. Делаем здесь так же посвободнее. При обратной веревочке соединение трубочек должно попасть под вот этими двумя, за которые мы заводим. По этому трубочку отмечаем, вот за той стоечкой, за которую будем заводить, и обрезаем таким образом. И сейчас, когда мы оденем, соединение как раз попадет за стоечками. Когда доходим до конца ряда, закрывать будем ряд вот так и переходить на прямую веревочку. То есть, вот отмеченная, за ней мы подклеивали. Также левую заводим за нее, выводим вперед. Следующую трубочку сюда и выводим вперед. И последнюю заводим под две. Сюда вниз. Вот, все три у нас готовы к следующему плетению, а здесь по рисунку поправляем. С обратной стороны эти трубочки, которые мы выводим вперед, они прикрывают место там, где мы приклеивали предыдущие трубочки. Ну и последний ряд будем плести прямой веревочкой из трех трубочек, так же, как мы плели ранее, вот здесь. И это же будет являться сразу верхом корзинки, то есть, вместо загибки это будет. Для того, чтобы не было видно стоечек сверху, то есть, их мы будем обрезать для того, чтобы последний ряд прикрыл места срезов, чтобы их было незаметно. Стоечки можно сразу все обрезать. и теперь основная задача это прокапывать клей вот на эти срезанные стоечки для того, чтобы трубочки, они сразу фиксировались, чтобы они никуда не соскочили. Вот эти я тоже подклею, которые у меня выходят сзади. Начинаем так же с левой, здесь делаем посвободнее. Заводим левую трубочку, фиксируем ее за обрезанной стоечкой, какое-то время удерживаем, второй трубочкой сразу прижимаем, плетем достаточно плотно и плетение прижимаем постоянно к низу, чтобы оно не соскочило. Плетение сразу хорошо укладываем, потому что оно здесь сразу на клей садится и потом уже невозможно будет поправить. вот так это выглядит сверху. Так продолжаем дальше до конца ряда. Когда доходим до конца, основная задача здесь красиво уложить и затем внутри по рисунку, вот как у нас идут трубочки, подрезать и подклеить. Вот и все. По ходу плетения нужно постоянно поправлять, прижимать. Сверху для того, чтобы спрятать стоечки, сделайте так, чтобы стоечки прикрылись загибкой. Перед тем, как грунтовать, нужно пройти розовой краской сверху. Вот. Также я покрасила низ корзины. У меня здесь стоечки были чуть светлее. Еще когда поднимала стоечки, то в каких-то местах стоечки потрескались. Когда добавляете в краску грунтовку, в самом начале, когда смешиваете грунтовку с колером, то грунтовки наливайте напополам с водой. Когда много грунтовки, то получаются стоечки очень грубые. И также изнутри и на донышке тоже можно пройти, в каких-то местах прокрасить. И теперь покрываем раствором лака с водой в пропорции один к одному. Это позволит корзинке приобрести прочность. Спустя 12 часов, после того, как мы нанесем грунтовку, она просохнет. И тогда только будем покрывать лаком для блеска и красоты. Хорошо промазываем изделие со всех сторон. Покрываем также хорошо изнутри и донышко. И даем просохнуть. После того, как я покрыла корзинку лаком с водой, я подсушила феном и вставила основу. Основу я вставила для того, чтобы корзинка высохла по ней. Это позволит вам сделать ее абсолютно ровной и она будет так смотреться намного лучше. И сейчас, когда корзина полностью просохла, мы ее можем покрыть лаком. Так как у нас корзина очень яркая, то подойдет глянцевый лак. Наливаем лак в любую емкость. В работе будем использовать кисточку побольше и поменьше. Берем немножечко и чисто внешнее покрытие делаем. Спустя 10 минут проходим и в промежутках между плетением вот так вот убираем излишки лака. И остается последний этап это украсить нашу корзинку. Так как корзинка очень яркая, с ярким коллером, то самое главное здесь не переборщить. То есть делать какое-то украшение, которое корзинку не испортит, наоборот, сделает небольшой акцент. Как маленькая брошка. Будем делать вот такой цветочек из таких лепесточков. Я сделала образец. Оно должно быть воздушное и не должно испортить наш рисунок на корзине. И в серединке будем делать пуговицу. Вообще такую корзину можно и не украшать. Она и так достаточно яркая, но мне захотелось сделать вот такой небольшой цветочек. Делать будем из трубочек. Будем вырезать полосочки 5,5 сантиметров и накручивать на обычную ручку. И склеивать мы их будем клеем полимерным. Будем использовать трубочки для плетения розового цвета. Из одной трубочки у нас получится 4 лепестка. Вырезаем по линейке. Трубочки должны быть одинакового размера, чтобы лепестки были ровные. Накручиваются достаточно легко. То есть берем круглую ручку. На ручке оставляем высохнуть. Для того, чтобы лепестки были ровные. Здесь склеиваем клеем. Для того, чтобы клей схватился и подсох, используем прищепку. И так оставляем на какое-то время, пока клей не высохнет. Ну вот, когда лепестки просохли, теперь мы можем их наклеить прямо на пуговицу. Вот я посмотрела, у меня 10 штук помещается. Так что сейчас буду капать клея. И вот так вот равномерно надо, чтобы цветочек получился ровненький. Все наклеиваем. Главное следим, чтобы клей не вышел за пределы пуговицы. Чтобы здесь было красиво с этой стороны. Стараемся располагать симметрично. Все лепестки приклеены. Вот такой очаровательный цветочек получился. Сейчас мы приклеим маленький кусочек картона. Любой тонкий картон возьмите. Его нужно вырезать по размеру пуговицы. Затем дадим просохнуть примерно минут 5. И перед тем, как приклеивать цветочек, покроем его акриловым лаком, тем же, что мы покрывали корзинку. Теперь остается только приклеить его на корзинку. Клея наносим достаточно много, чтобы цветочек не отвалился. Выжидаем минуту и после этого плотно прижимаем. Вот такая очаровательная корзинка у меня получилась. Буйство красок ярко-сиреневый и нежно-розовый. Прекрасное сочетание. Цветочек очень украшает лицевую часть. Просто шикарно смотрится оригинальное ситцевое плетение как с лицевой части, так и внутри. Прекрасное овальное донышко изнутри, а также снаружи. Смотрится очень ровненько. Интересно смотрится коса снизу и сверху. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилось ли вам корзинка, что вам не показалось интересного. Я надеюсь, что ваша корзинка получилась такой же красивой, очаровательной. Желаю всем хорошего весеннего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok